Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео я покажу вам, как запускать с компьютера парный эфир. Будем мы использовать для этого нашу специальную группу для тестов. Здесь мы выходим в парный эфир и постоянно тестируем тот или иной способ эфиров. Ну, сейчас давайте начнем. Итак, в поле напишите что-нибудь, мы можем нажать наш эфир. И выбрать прямой эфир. Он говорит, публикация не размещена. Публиковать публикацию или продолжить релактирование нужно нажать выйти. Тогда открывается страница лайв-продюсера Фейсбука. Вот так они решили выполнять эту функцию. Хотя, если вы просто зайдете, допустим, напишите прямой эфир, тоже открывается страница лайв-продюсера. И здесь вы выбираете выйти в эфир. Вот здесь выйдите в эфир самостоятельно или вместе с другими. Выбираем это. И дальше нам Фейсбук предлагает программное обеспечение для трансляции или веб-камера. Мы выбираем веб-камеру. Он нам говорит, вы можете добавить графические элементы в прямой эфир. Ничего мы добавлять не будем. Вот здесь мы можем написать название тест эфира и описание тест эфира. Затем мы с вами выбираем следующее. Вот пригласить людей выйти в совместный эфир. Мы нажимаем пригласить людей. Хотя вот здесь до этого у нас должно быть уже выбрано, с какой камеры мы выходим в эфир и какое у нас с вами подключено программное обеспечение микрофона. У нас все по умолчанию. Видите, вот здесь уже есть моя волна, мой голос вот здесь прыгает. Уже видно, что я здесь говорю, меня слышно. Так можно проверить. Давайте пригласить людей. Нажмем. И теперь открывается еще одна новая программа. Программа комнаты. Ожидание других участников. И здесь, смотрите, с правой стороны мы видим, что совсем не та камера подключена. То есть, вот сейчас я открою ее. У меня на ней стоит другая камера. То есть, наша задача изменить камеру вот здесь, которая у нас здесь есть. Для этого нажимаем настройки устройства. И открывается еще одно окно. Здесь мы выбираем камера Pro получше. Она действительно получше. Нажимаем сохранить. И вот теперь картинка стала гораздо лучше. Подключенный микрофон динамики есть. Теперь смотрите. Ожидание других участников. Здесь мы приглашаем людей, пока они не присоединятся к вам в комнате. Мы нажимаем копировать эту вот ссылку. Копировать. Ссылка скопирована. И отправляем ее. Ну вот сейчас давайте я отправлю ее Алексу. Он должен будет сейчас. Я отправляю ее в Telegram. Он может подключиться через Telegram. Или может подключиться через Messenger. Вот я отправил ему эту ссылку. В Messenger допустим я ее отправил. Он сейчас должен здесь появиться. И после этого у нас здесь все и начнет происходить. Самое интересное. Так вот смотрите. Алекс может хочет присоединиться. Мы нажимаем принять. И теперь он у нас в комнате. То есть сейчас он у нас в комнате. Алекс, как слышно? Слышно и видно очень хорошо. И я. Супер. И что же у нас получается? Начать прямую трансляцию мы теперь нажимаем. Вот когда он в комнату подсоединился уже, мы нажимаем начать прямую трансляцию вверху вот здесь. И здесь мы добавляем опять название. Тестовый эфир. И здесь он спрашивает поделиться, где вы хотите. Если в вашей хронике аудитория только я. Или можно выделить аудиторию какую-то. Но мы сейчас хотим поделиться в группе. Поэтому мы выбираем поделиться в группе. И вот здесь мы выбираем нашу группу. Группа для тестов в моем случае. То есть должен сейчас открыться. Поделиться в группе. Поделиться в группе. Должен открыться у нас сейчас. Поделиться в группе. Ну и вот группу нужно выбрать. Нажимаем группу. Должен открыться список участников групп. Вот, наконец-то. И здесь открыты все группы, в которых я так или иначе представлен. Наша задача найти группу для тестов. А если вы хотите выйти в эфир в группе Big Game 2021, то вам нужно вот ее найти. Вот парный эфир и Big Game 2021. Но мы с вами выходим в эфир сейчас в группе для тестов. Поэтому я мотаю этот список бесконечный. Здесь пока нет возможности найти по поиску группы. Можно только вот так перематывать, пока вы не найдете вашу страницу. Вот мы мотаем, мотаем страницу вашей группы. У меня очень много групп. Очень много. Вы это знаете прекрасно. Поэтому мотать мы с вами будем... Ну и бесконечно, но какое-то время придется помотать. Давайте мотаем, мотаем, мотаем. В этот момент ваш гость уже на связи. Но вы еще не в эфире. Так. Можно засекать, кстати, сколько времени происходит подключение в группе. Насколько это неудобно сделал Facebook. Но если у вас групп немного, вы подключитесь гораздо быстрее. И это еще отличный повод обговорить некоторые моменты перед эфиром. Да. Если вопросы есть у вас друг к другу, то лучше их обговорить в комнате. И только потом уже выходить в прямой эфир. Да, да, да. Вот у нас группа для тестов. Нажимаем на нее. И сейчас вот группа для тестов. Нажимаем далее. После этого происходит запуск прямой трансляции. То есть вы можете в этот момент убедиться, что эфир начался. Вот сейчас вы можете пригласить людей, принять участие в трансляции. Можете еще раз скопировать ссылку. Нажать готово. И после этого приглашать участников в вашу трансляцию. Или можете нажать вот здесь. Пригласить друзей, принять участие в трансляции. Опять откроется ссылка, скопировать его. Нажать готово. И отправить эту ссылку еще какому-то количеству людей. Ну вот сейчас вы в эфире. Чтобы убедиться, что вы в эфире, действительно в эфире. Ваша задача сейчас вот зайти в группу для тестов. И давайте посмотрим, как это выглядит с точки зрения самого эфира. Также крайне важно еще согласиться на то, что трансляция будет происходить в группе. У меня сейчас появилось окошко. Артем предлагает участникам комнаты присоединиться к трансляции на Facebook. Обязательно нужно нажать присоединиться. Иначе это может не сработать. Да, безусловно. Вот группа для тестов. Мы заходим сюда. Алекс согласился, вернее, с тем, что мы сейчас будем его транслировать. И смотрите, какая красота. Да, вот здесь сейчас мы видим, что... Да, вот он я и вот Алекс. А нет, кстати, это старый эфир. А где новый? А нового эфира нет. Удивительно. Ну-ка посмотрим. Так. А, вот, смотрите, извините, какая штука важная. Вот Алекс Макаров здесь. Я нажал в эфир. Но вот здесь в эфир я не нажал. То есть нужно еще вот здесь промотать и вот здесь нажать в эфир. И только сейчас мы с вами появимся в эфире. Вот, прямой эфир. Надпись у меня на экране. Мы в эфире. Я вижу себя в маленьком окне. Могу его вот себя здесь свернуть. Я могу у себя выключить видео, выключить микрофон, но только у себя. И показать участников звонка. Тоже я могу. А также поделиться экраном я могу. Или поднять руку. Играть в игры, посмотреть вместе. Или еще что-то там я могу делать. Вот сейчас мы можем здесь даже писать комментарии. Я могу им писать привет. Ура, мы в эфире. И здесь же отправить ссылку на эфир. Чтобы по этой ссылке могли подсоединиться другие участники к этой комнате. Вот сейчас вы уже в эфире. Давайте посмотрим, как это выглядит в группе. Обновляем нашу с вами группу для тестов. Я постоянно ее использую. Использую так или иначе для того, чтобы можно было тестировать. Так, смотрим. Вот я. Написано, что только что проводит прямой эфир. Супер. Из комнаты мессенджер. Видите, какая штука? Из комнаты мессенджер. И если мы с вами здесь сейчас что-то нажмем, то у нас должно будет... Да, вот написано прямой эфир. Если мы нажмем... Да, мы себя услышим. Супер. Все, мы в эфире. Вот таким образом мы с вами можем выходить в эфир. Чтобы закончить эфир, наша задача взять и закончить эфир. Секундочку. Я сейчас покажу, как это работает. Нажимаем покинуть комнату. И закрыть. Но еще один важный момент. Смотрите. Если мы с вами зайдем в группу для тестов. Давайте сейчас это сделаем. В новой вкладке. Здесь я Live Producer закрываю. Захожу в группу для тестов. И мы здесь можем увидеть, что комната осталась. То есть, вот смотрите. Группа для тестов. Мы заходим. Мы видим, что здесь... Вот эфир. Нажимаем покинуть комнату. Так, покинули комнату. Извините. Эфир остался. Но вот здесь вверху может остаться еще и комната. Ее тоже нужно будет удалить или завершить. На этом все. Вот так можно выходить в прямой эфир при помощи комнаты в мессенджере. В группе. И приглашать туда людей. Спасибо, что смотрели. С вами был Алекс Макаров, Артем Пономаренко. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok